Сильно этого не хватало, но благодаря коронавирусу, карантину могу немножко времени уделить каналу, что с большим удовольствием и делаю. Почему вообще возник вопрос банков, именно этих двух? Потому что последние пять лет, которые мы здесь живем и работаем, ответ на вопрос, в каком банке лучше открыть иностранцу, который имеет с собой только паспорт и в лучшем случае визу или без виз в этом паспорте, в каком банке открыть счет, ответ всегда был в основном в девяти случаях из десяти, ING и Millennium, Millennium и ING. На сегодняшний день, по прошествии пяти лет, уже эти два банка, как мне кажется, уже не те, не торт и так далее. Только не подумайте, что это какая-то злая антиреклама банка, потому что они меня обидели. Нет, вообще не об этом речь, просто в нашей работе как агентство и в личном пользовании этими банками возникло ряд вопросов и я потерял достаточно много времени из-за этого всего дела. И я хочу просто сэкономить людям время или хотя бы чтобы они были готовы, то есть не более того. Просто я рассказываю о проблемах, а вы уже сами решайте. Мне кажется, это критичные проблемы, особенно с точки зрения потери времени. Сейчас пройдемся по каждому банку отдельно. Да, есть на сегодняшний день, раньше тоже был, по-моему, какой-то из ПКО, но я вообще не знаю, какой из них. Тоже открывал таким образом счета для нерезидентов. И сейчас я точно знаю, неплохо, мне сильно понравилось, ну, по крайней мере, открытие счетов в Сантандере. Тоже имея просто паспорт и без виз, в принципе, банк даже не проверяет, по-моему, легальность своего пребывания. Он просто берет паспорт, спрашивает, где ты живешь, не требует подтверждения, открывает тебе счета. Дальше все твои проблемы и твоя ответственность. В принципе, это мне понравилось. Ну, мы пришли и буквально там за полчаса, да, конечно, есть какая-то банковская бюрократия, подписать 100-500 бумажек, 30-40 минут, все счета. И, в принципе, клиент был доволен, я был доволен. Возвращаемся к нашим предыдущим банкам. Сейчас давайте я расскажу об истории болезни, то есть болезненных отношений моих клиентов с Миллениумом по поводу открытия счетов. И потом расскажу свои болезненные моменты по поводу банка ING. Сразу расскажу, почему и как я советую людям банки. Ну, соответственно, все уже знают везде, все каналы, все иностранцы обычно говорят ING, Миллениум открывает банки, бла-бла-бла. Клиенты, когда идет сейчас речь о клиентах, которые с нашей помощью покупали хостелы, естественно, я рекомендовал уже из своего личного опыта. Я говорю, меня ING вполне устраивает, в принципе, по работе. Они один раз сильно там облажались и меня подвели. Зла я на них не держу, но это было неприятно, я потерял много времени. Мне это сильно не понравилось, об этом чуть позже. Почему я советовал именно Миллениум? Во-первых, я говорю, ребята, ищите банк, который, первое, ближе к вашему бизнесу, в данном случае хостелу. Второе, сильно неудобно, вот в ING, когда у тебя, ты не можешь прийти в любой банк, отделение банка и решить свои вопросы по личному счету и по счету фирмы. То есть по счету фирмы, то есть корпоративный счет, тебе надо ехать в специально отведенное место, где сидят специально обученные люди, которые ничего не знают, в моем случае оказалось, и которые не ответят на твои вопросы нормально. Ты потеряешь много времени и только там, а там, это сейчас они переехали возле Теска на Капеланку, и там режимный объект какой-то, лифт с одной кнопкой, ты там вот как в ЦРУ заходишь, там все степени защиты. Ну все это смешно и в 2020 веке, ну это все не серьезно. Поэтому я сказал, выбираем так, ближе, и чтобы в одном отделении ты мог решить все вопросы. Полгода назад, когда мы продавали предыдущий хостел, клиенты в принципе свои вопросы закрыли, они открыли личные счета в миллениуме, сейчас мы о миллениуме говорим. И в этом же отделении банка можно было поменять, в данном случае они не открывали расчетный счет, а меняли владельцев этого счета, в принципе по месту прописки, то есть по прописке условно бизнеса, да, я имею ввиду, в любом отделении мы решали все вопросы. То есть мы были в двух отделениях и в принципе все вопросы решались и личного счета, и корпоративные решались на месте. Но полгода назад уже менеджер как бы намекал, что ну мы еще будем проверять новых контрагентов, то есть новых владельцев. Почему? Потому что очень политкорректно это прозвучало. Он сказал, что увеличились количество АШУС, то есть обмана, всяких, ну, всяких историй, связанных с иностранцами. Ну, читайте как хотите, между строк, понятно, кого больше всего приезжает и кто любит комбинировать. Окей, хорошо, ну не вопрос, ребята, если у вас безопасность, у вас безопасность. Я к банку никаких личных претензий, кроме того, что мы теряем из-за этого очень много ценного времени. А время это самый ценный ресурс нашей жизни. Вот месяц назад мы уже там плюс-минус месяц назад мы продавали очередной хостел, и я помогал клиентам все это дело решать. Когда мы пришли открывать уже личный счет, так как опять же идея открыть два счета в одном банке, чтобы пришел в одно место возле своего хостела, в данном случае хостела, то есть бизнеса, и в одном месте порешал все свои вопросы. Плюс еще очень удобно, когда в одном банке два счета, и фирменный, и свой личный, когда, допустим, у тебя бывает такая ситуация, ты там, допустим, в воскресенье понимаешь, что у тебя вот закончились деньги, ну, или какие-то появились затраты больше, чем ты ожидал, и тебе нужны деньги. У тебя на фирме есть деньги, тебе надо их быстро перелить на свой личный счет, да, отправить. Если это разные банки, в воскресенье ты это не сделаешь, на это уйдет минимум сутки, на этот шеф. А если у тебя деньги в одном банке, они моментально гуляют между счетами, это очень удобно, и поэтому я людям так рекомендовал. Мы приходим в этот миллиниум, который находится возле хостела, ну, ближайший, и этот же менеджер нам говорит, ребята, сори, уже просто так мы не открываем, вы оформляйте заявку на открытие, и тогда мы одобряем или не одобряем. Окей, хорошо, командир, не вопрос. Мы заполнили заявку, он отправил ее куда-то там, в высшие инстанции, в космос, и через, по-моему, два дня пришел ответ, окей, приходите, открываем. Хорошо, человек пришел, мы, опять же, второй раз приходим, заполняем новые бумажки, подписываем, нам открывают личный счет. Получаем КРС, и уже с КРС мы идем опять снова третий раз и говорим, ребята, вот корпоративный счет, в надежде на то, что человека уже проверили, и, в принципе, ну, зачем он проверять второй раз, если он, как бы, вот еще зеленый, молодой, только приехал, по сути, и особо там ничего не успел накурлесить в Польше. Не, нифига, он заполнивает все, опять же, мы заполняем все эти заявки, я человеку помогаю, и через день, по-моему, звонят человеку, и говорят, слушай, извини, дорогой, но ты пролетаешь счет фирмы, и мы тебе не открываем. Блин, ну, окей, мы потеряли пол рабочего дня, как минимум, на все это время, плюс переездами, доходами, поездками и всякое такое. Окей, хорошо, ребята, спасибо, но при этом человеку уже надо закрывать свой счет в Миллениуме личный, потому что счет, по моей рекомендации, моему глубокому убеждению, должен быть в одном банке два счета, фирмы и твой личный. Решение было простым, ближайшим банком, который открывал счета нерезидентам, то есть только по паспорту, ну, соответственно, КРСу тоже, это был банк Сантандер, мы открыли счет там. В принципе, это не реклама, но вот просто информация к ведому, да, к вашему, как бы, мы рассказываем, вы решаете, да, делайте как хотите. Нам, в принципе, с клиентом там понравилось. Это даже было ближе к хостелу, чем в Миллениуме. В принципе, все нормально, но на Миллениум, я считаю, мы потратили непозволительно много времени, чтобы ничего не получить. АНЖ, вот первая проблема, которая меня, о которой я не подумал заранее, с которой я столкнулся, это то, что надо было по корпоративным вопросам, по вопросам личного, там, не личного, а фирменного счета, надо было ехать в специально отведенное место. Это, ну, это очень неудобно. Оно стало недавно сильно ближе к моему дому, но все равно это сильно не спасло. В общем, я понимаю, когда ты открываешь счет, часто дают тебе, там, год, там, или какое-то количество времени бесплатного обслуживания. Окей, потом это все, появились какие-то затраты на обслуживание счета. Я понимаю, банк тоже, как бы, не резиновый, ему тоже надо где-то зарабатывать. Тут претензий нету. Но самая моя большая, как бы, проблема, ну, не проблема, а то, что я считаю, это не профессионально и, как бы, не бизнес-ориентированно, не клиента-ориентированно, что произошло? У меня две фирмы в Польше, так, ну, так сложилось, длинная история, почему. Но одна из них, они не совсем поняли, чем я занимаюсь. Это не агентство недвижимости, это, как бы, другая фирма. И они не совсем поняли, что там происходит, как бы, в 2020 веке они написали мне письмо с просьбой, типа, объяснить, где и каким образом я произвожу свои продажи. Типа, указать обязательно сайт, сайт, где я произвожу продажи. Но я им написал, ребята, сайт уже не всегда нужен, и вот есть мой канал, вот есть мои контакты, вот я живой, нормальный человек, вот мой адрес, юридический, там, фактический, бла-бла-бла, и вот здесь я совершаю свои продажи. В принципе, в чем проблема? И они не нашли ничего лучшего, чем просто тупо, без всякого объявления войны, условно, да, просто тупо закрыть мне счет по умолчанию. Просто они молча закрыли счет в какой-то момент. И я это обнаружил, просто зайдя в клиент-банк на телефоне, и увидел, что, блин, что-то просто отсутствует вообще, сам аккаунт, он отсутствует, никаких следов не осталось. То есть, все, вот, зеро, зеро. И потом я потратил еще почти целый рабочий день, для того, чтобы поехать к ним, найти своего нового менеджера, который тоже не соизволил сообщить своим клиентам, что он поменялся. Они нашли на этот режимный объект, подняться на этом лифте с одной кнопкой, волшебно, да, подняться в это странное ЦРУ, найти менеджера, который типа ведет эту фирму, и задать ему вопрос, чувак, что произошло вообще? Ну, кто и почему закрыл, и вообще там, что делать? Вот. Он очень долго узнавал и ответил, я ничего не знаю, вообще не знаю, как это узнать. Ну, зашибись. То есть, вот это мне сильно очень понравилось, и я, честно говоря, очень бы хотел сейчас поменять все свои счета, перевести в какой-то другой банк. Больше всего меня, еще раз, меня раздражало то, что по счету фирмы надо ехать в специально отведенное место, к специально обученным людям, которые знают меньше, чем те, которые в любом первом попавшейся, там, консультанты, самые обычные консультанты ING, которые стоят там в торговых центрах, они больше знают, больше, как бы, мобильнее в своих там пониманиях, чем те, которые сидят там, небожители в корпоративном отделе. Вот, вот, в принципе, если у вас есть еще, кстати, опыт хороший или плохой опыт банков, который вы можете посоветовать нерезидентам, то есть люди, которые приехали, у которых кроме паспорта с собой ничего нету, то, милости прошу, в комментариях опишите, вот, ваши, как бы, истории, ваши рекомендации людям, может быть, есть какие-то другие банки. Потому что, все-таки, не везде есть Сантандр, ING и Миллениум под блоком. Отмечу справедливости ради. Именно то, что касается работы самих, вот, интернет-банкинга, приложений и работы именно со счетом, в ING меня все прекрасно устраивало. Я даже, как бы, согласен на все вот комиссии, которые они берут или не берут. Мне вот эти моменты просто не понравились, когда ты физически контактируешь с банком. А это, в основном, ну, важный момент. Просто хорошо работающего приложения недостаточно для комфортной работы с банком и вопросов, которые возникают. Они возникают, они не могут не возникать. Поэтому, ребята, берегите себя. Старайтесь сейчас очень сильно беречь себя, свое здоровье, своих родных и близких. И желаю вам крепкого здоровья и, как бы, пройти хорошо, комфортно, пройти этот период с карантином, вирусом. И, наверное, по вирусу мы, по этому коронавирусу, карантину мы сделаем с Кристиной отдельный сюжет. И я надеюсь, что Кристина, наконец, появится пред вашей очередь. Поэтому, всем пока. Был рад и жду хороших, добрых комментариев. Спасибо.